В качестве отправной точки проекта ФСМ рассмотрены несколько вариантов со станции Каланчевская, Рижского или Курского вокзалов. При выборе рекомендуемого маршрута учитывалось количество прямых и кривых участков на линии, радиусы кривых, объем работ по возведению искусственных сооружений, земляные работы, пассажиропоток. С учетом всех экономических факторов и транспортной ситуации города, для обеих трасс ВСМ рекомендован Курский вокзал. Также предложенное решение позволяет соединиться со скоростной магистралью Москва-Санкт-Петербург, создать остановочный пункт высокоскоростной магистрали в районе Каланчевской и разгрузить пассажиропоток. В Москве возникнет главный узел национальной скоростной и высокоскоростной железнодорожной сети. Максимальный планируемый размер пассажирских перевозок на станции Москва-Курская ВСМ – до 118 пар поездов в сутки, в том числе на Екатеринбург – 61, на Адлер – 57. Для Подмосковья рассмотрены четыре варианта трассы ВСМ. Рекомендуемый маршрут проходит в коридоре существующей линии железной дороги Горьковского направления до 20-го километра, затем в обход застроенных территорий, охраняемых природных зон и земель особого режима использования. Предусмотрена станция в районе Ногинска и Орехово-Зуево. В перспективе включение в график ускоренных поездов со скоростью движения до 200 км в час, которые объединят другие города Московской агломерации. Протяженность трассы в Московской области составляет 85 км. Владимирская область. Рассматривались четыре варианта. Три южнее, один севернее Владимира. Рекомендован северный вариант, отвечающий задачам развития региона, оптимальный по технико-экономическим показателям и объему пассажиропотока. Станция запланирована в 10 км от центра Владимира, в 15 км от областного аэропорта, рядом с автомагистралью Владимир-Суздаль и станет новым центром развития города. Доступность общественным транспортом от центра Владимира составляет 15 минут. По Владимирской области намечаются станции в районе городов Петушки, Ковров, Гороховец. Протяженность трассы в регионе составит 238 км. До Владимира из Москвы можно будет добраться за 60 минут. Для Нижегородской области рассмотрено два варианта. Рекомендован маршрут с обеспечением максимального пассажиропотока, с остановочным пунктом в районе Дзержинска, затем станции в районе аэропорта Стригино и входом магистрали в Нижний Новгород. Рекомендованный вариант согласован с правительством области. Общая протяженность трассы в Нижегородской области – 225 км. Планируемые размеры пассажирских перевозок на участке Москва-Нижний Новгород – до 61 пары поездов в сутки. Чувашская республика. Из трех рассмотренных вариантов выбран маршрут с максимальным формированием пассажиропотока. Станция предлагается в пределах городской агломерации города Чебоксары. До Москвы можно доехать за 3 часа. До Нижнего Новгорода – за 70 минут. До Казани – за 40 минут. Всего по территории Чувашии пройдет 142 км трассы. Переход через Волгу. Предстоит разработать яркое архитектурное решение для мостового перехода, который станет одним из символов магистрали. Интерес к участию в проекте подтвердил архитектор Сантьяго Калатрава, один из пяти ведущих мировых архитекторов. Республика Татарстан. В районе Казани рассмотрены два маршрута. Северный – с устройством вокзала в районе существующей станции «Казань-2» и Южный – с устройством станции в районе аэропорта. По экономическим характеристикам и удобству для жителей города рекомендуется северный вариант. Планируемые размеры пассажирского движения на участке Нижний Новгород-Казань – до 47 пар поездов в сутки. Набережные Чулны. Были рассмотрены три варианта маршрута. Первый – в районе существующей станции Алнаши. Второй – в районе Елабуги. И третий, проходящий непосредственно через набережные Чулны. Был выбран оптимальный вариант через Елабугу – созданием станции в динамично растущей экономической зоне. После реконструкции существующей железной дороги набережной Чулны-Ижевск для расчетной скорости движения 160 км в час подвижной состав типа «Ласточка» время в пути от станции Примыкания до Ижевска составит 50 минут. Столица Удмуртии получит качественную транспортную связь. Время в пути от Москвы до Казани составит 3 часа 18 минут. От Нижнего Новгорода до Казани – 1 час 30 минут. Башкортостан, Пермский край, Свердловская область. Протяженность участков суммарно составит 430 км. Расстояние от Казани до Екатеринбурга – 763 км. Рассмотрены два маршрута. С учетом техника экономических показателей рекомендуется вариант «Казань-Елабуга-Чернушка». Это предложение поддерживается руководством регионов. В качестве узловой предлагается станция «Чернушка». На направлении «Чернушка-Уфа» планируется до 19 пар. На направлении «Чернушка-Перьмь» также до 19 пар скорых тактовых поездов в сутки. Далее на маршруте пассажирские станции в районе населенных пунктов Ачит, Бесерть, Первоуральск, Екатеринбург. Трасса ВСМ приходит на существующий железнодорожный вокзал Екатеринбург-Пассажирский. Время в пути от Москвы до 7 часов. От Казани до Екатеринбурга – 3 часа 30 минут. Планируемые размеры пассажирских перевозок на летний пик 2030 года на участке «Казань-Екатеринбург» до 33 пар поездов в сутки. Уже сегодня интерес к высокоскоростным магистралям проявляют Челябинск и Ульяновск, Новосибирск и Красноярск. В перспективе возможен выход на Казахстан.